Добрый вечер! Мы начинаем с вами наш небольшой цикл, посвященный дореволюционному кинематографу в России. Сам цикл называется «Синематограф старой Москвы». Называется он так не случайно, потому что в дореволюционной России именно Москва, а не столица Санкт-Петербург, стала центом кинематографии всей страны. Первая лекция посвящена первоначальному этапу появления кино в России и самым первым этапом развития его, и в частности, естественно, в Москве. Вообще кинематограф добрался до российских просторов довольно быстро, спустя чуть более полугода после того, как он был впервые продемонстрированы в Париже. И первый сеанс состоялся в Петербурге в 1896 году, 4 мая, в увеселительном саду «Аквариум» на Каменно-Островском проспекте Петербурга. Там сейчас располагается на этом месте в старой территории киностудии «Ленфильм». Привез в Петербург, вообще в Россию, кинематограф в качестве дополнительного развлечения театральный импресарио Рауль Гюнсбург, который на самом деле вез свое варьете на Нижегородскую ярмарку, но по дороге решил развлечь петербургскую и московскую публику новым видом увеселения. И показывал он, естественно, небольшие картины производства братьев Люмьер. Было показано несколько картин, сеанс длился около 20 минут. Картины были знаменитые «Прибытие поезда на вокзал Лосьота», «Выход рабочих с фабрики Люмьер», еще была такая картина «Поливающий поливальщик» и некоторые другие, но при этом картина «Прибытие поезда на вокзал Лосьота» произвела наибольшее впечатление на публику, и все остальные картины она с собой, собственно, затмила. На следующий день газеты Петербурга писали о том, что публика была весьма впечатлена новым видом развлечения, и были даже казусы при просмотре этих картин, потому что некоторые вскрикивали дамы, некоторые пытались выбежать из зала, кто-то хватался за нюхательные соли, но при этом другие зрители были настолько покорены этим зрелищем, что поросили повторить картину несколько раз. Но спустя два дня Рауль Гюнсбург прибыл в Москву, и сначала днем он продемонстрировал, такой пробный устроил показ в Театре Солодовникова на Большой Дмитровке. Это здание мы с вами знаем как Театр Аперетты в Москве. А затем вечером была продемонстрирована уже такая публичная демонстрация картин Люмьера в саду-аквариум, уже в московском саду-аквариуме на Старой Триумфальной площади при открытии летнего театра. Ну, это место вы все знаете как сквер перед театром имени Мостсовета. Но на самом деле для москвичей это событие прошло почти незамеченным, потому что 6 мая 1896 года в Москву прибыл государь. Москвичи его, соответственно, встречали на вокзале, потом было торжественное празднование его дня рождения. И вообще Москва все, так сказать, долгие недели до этих дней готовилась к коронационным торжествам, поэтому новый вид аттракциона прошел практически ни для кого незамеченным. Правда, был один человек, который заинтересовался этим новым видом, ну, как его тогда воспринимали, как аттракцион такой, такой театральный антрепренер Карельский, который предложил владельцу сада «Эрмитаж» Щукину, однофамильцу коллекционера Щукина, устроить пробные показы в летнем театре «Эрмитаж». И они их устроили в середине мая, и публика вроде бы как ходила, но эти демонстрации проходили после спектаклей, которые шли в этом театре «Эрмитаж», поэтому демонстрация картин начиналась очень поздно, около 11-12 часов ночи. Но, тем не менее, вроде как публика ходила, и Щукин перезаключал договор с демонстраторами картин, поэтому продолжалась демонстрация синематографов в саду «Эрмитаж» практически все лето, и закончилась только в середине сентября 1896 года. Надо сказать, что еще они сделали такой первый показ, хроники, которые снимали французские кинооператоры во время коронационных торжеств в Москве. И вот 25 июня 1896 года к ним сюда прибыла смонтированная уже хроника, которая очень нравилась публике, особенно им нравился торжественный въезд государя в Москву. При этом, когда показывали эту картину, то публика настаивала на исполнении «Божий царя хроней», что и было сделано, вероятно, всеми зрителями. Но, тем не менее, кино воспринималось как аттракцион, и Москва, надо сказать, на тот момент жила насыщенной такой культурно-театральной жизнью. Действовали Большой и Малый театр, уже была новая опера «Мамонтова». Было огромное количество музыкальных каких-то событий, концертов и так далее. Поэтому искушенная московская публика, в общем-то, не заинтересовалась, по большому счету, новым видом развлечения. И после показов в саду «Эрмитаж» еще проходили такие эпизодические демонстрации в разных местах города. Это в цирке Соломонского на Цветном бульваре, в театре Корша, в саду Гейтен, в театре ОМОН, в Камергерском переулке тогда еще был театр ОМОН. Одним словом, были кое-какие показы, но, тем не менее, это еще далеко не вошло в жизнь. Кое-что стало меняться в 1897 году. Сначала в ноябре появилось объявление в газетах, что в верхних торговых рядах на Красной площади открывается музей «Паноптикум» с шоу из «Необычных людей», а затем, в след за этим шоу, будет демонстрироваться синематограф. Но, опять-таки, это были показы, состоящие из нескольких картин, уже появившихся тогда Мельеса, такого француза. Но они проходили, опять же, после шоу из карликов, лилипутов, сиамских близнецов. В общем, все смешалось в одну кучу. Это говорит о том, что синематограф был действительно аттракционным на тот момент. Но этот музей «Паноптикум» недолго там просуществовал. А в декабре, 26 декабря, в газете «Новости дня» появилось объявление в газетах, что в верхних торговых рядах открывается электрический театр. Сеансы проходят с 2 часов дня до 11 вечера. Цена билетом от рубля 10 копеек до 55 копеек. И вот это можно назвать первым стационарным таким, ну, как бы мы сейчас сказали, кинотеатром. На тот момент, конечно, это еще так не называлось. Хотя театральная, так сказать, тематика, безусловно, присутствовала во всей терминологии, связанной с кино. Потому что, надо сказать, что особенно впоследствии, когда уже кинематограф вошел в жизнь такую повседневную горожан, то он стал подчиняться давным-давно установившемуся сезонному ритму. На самом деле мы с вами по сей день этому ритму следуем. Начинался так называемый зимний сезон в конце августа. Традиционно открывался театральный сезон в театре Корша. Затем остальные театры начинали открывать театральный сезон. И затем начинались всякие заседания обществ, кружков. Начинался, естественно, учебный год. Потом наступало Рождество, когда были разнообразные гуляния, маскарады, балы и так далее, масленичные гуляния. А потом наступал Великий пост. По законам, так сказать, Российской империи, в первую, третью и седьмую неделю Великого поста артисты русские не имели права выходить на сцену. Поэтому театры закрывали свой зимний так называемый сезон. Артисты уходили на вакацию, а на сцену выходили иностранные гастролеры. Отсюда, кстати сказать, понятие итальянская постная опера. Именно от того, что они выступали во время Великого поста. Ну а затем наступала Пасха, и на второй день Святой недели открывались театры на короткий весенний сезон. Впоследствии точно так же действовали и многочисленные синематографы, появившиеся в Москве. А затем работали они совсем недолго. Некоторые закрывались к традиционным первомайским гуляниям, некоторые закрывались к концу мая. И на лето Москва пустела, и вся жизнь переходила, такая культурно-общественная, вот в эти самые веселительные сады, которых было довольно много. Были они, в общем-то, популярны, и аквариум, и сад Гейтен, и Эрмитаж, и многие другие. Ну а затем в конце августа народ возвращался, и, собственно, начинался новый зимний сезон. И впоследствии вся кинематография и все кинематографические деятели подстраивались под этот сезонный ритм. И точно так же работали синематографы. И они измеряли свою деятельность сезонами того или иного года. Поэтому и театральная терминология, естественно, появилась. Потому что вот в этом электрическом театре были антракты между картинами. Назывались антрактами по театральной традиции, перерывы между показом картин. Потому что на тот момент каждую картину надо было по новой заряжать в кинопроекционный аппарат, перематывать пленку и так далее. Поэтому были остановки, зрители на самом деле отдыхали в тот момент от невероятного треска кинопроекционных аппаратов. Плюс дрожало изображение на экране, техника была еще несовершенной. Именно поэтому, вероятно, и воспринимался кинематографик действительно как некий такой аттракцион. Но вовсе никто не предполагал, что это когда-то станет вообще видом искусства. Затем ситуация начала меняться. Стали появляться показы хроники с мест военных действий в разных местах. Но действительно перелом произошел только в 1903 году, когда уже не в одной газете, а во многих, появилось объявление о том, что 1 января открывается в доме Хлудовых в театральном проезде на углу с Рождественкой новый электрический театр. Ну, вероятно, он был так назван в памяти о первом электрическом театре в верхних торговых рядах. Но дом этот до неузнаваемости сейчас перестроен. Вот если смотреть в правую сторону кадра, здесь где-то в этом месте находится сейчас детский мир. Именно в этом доме открылся вот этот новый электрический театр. Причем они стали привлекать в публику, помимо показов разнообразных картин, еще большим количеством хроники, которая поступала с разных мест военных действий. В Европе тогда много где воевали. И, как мы сейчас это называем, из горячих точек поступали репортажи. Очень вскоре открылся еще один синематограф в доме Веры Ивановны Ферсановой по второму мужу Ганецкой на Неглинной улице. Мы все с вами знаем это здание, сохранившееся, слава богу, по сей день. Сундуновский пассаж перед комплексом Сундуновских бань. Там открылся электрический театр под названием «Электрический космографический театр». Содержал его некий такой Аксюк, который был сторонником в большей степени показов таких феерий. Но, по большому счету, и тот, и другой электротеатры начали демонстрировать приблизительно одни и те же картины. Значит, как я уже сказала, появилась продукция фирмы Мельеса. Он, так сказать, специализировался на съемках таких феерий, шоу, потому что явно уже они стали снимать спектакли некие, идущие в Париже на сценах. В качестве уже киноленты их подавали. И когда он открыл свой электротеатр, то было объявлено, что предстоит показ увлекательной феерии из шоу и балета в 12 сценах «Спящая красавица». Но при этом демонстрировались, как я уже сказала, одни и те же, по большому счету, картины. То есть фирмы Мельеса показывали, например, «Путешествие на луну» была очень популярна картина, «Гулливер», «Синяя борода». Фирма «Братьев Патте» уже тогда появилась, и ее картины были «Аладин и волшебная лампа», «Мальчик с пальчик» и другие. Ну и, безусловно, картины фирмы «Люмьера». Только, как я уже сказала, их конкуренция заключалась в том, что одни больше показывали хронику, а другие, вот Аксюк, демонстрировал больше развлекательных таких картин. Очень вскоре открылся еще один электротеатр в доме Матвеевой. Вот вы видите дом Депресс с правой стороны кадра. Дальше на этом месте в тот момент строился Петровский пассаж, а в следующем доме был дом Матвеевой. На втором этаже у нее открылся электротеатр, но у нее это тоже совмещалось с неким таким эстрадным представлением перед началом синематографа. Но на самом деле лед тронулся, что называется, и электротеатры начали открываться уже, так сказать, активным образом. И, например, в 1904 году на Тверской улице напротив дома магазина Елисеевых, с левой стороны кадра виден дом, который не сохранился до наших дней, в доме Сазиковых открылся небольшой достаточно электрический театр под названием «Биограф», биографический театр, вернее, который содержала такая дама по имени Анна Эдуардовна Белинская. Синематограф был небольшой. Как вспоминали современники, 24 сидячих места, еще человек 30 стоящих сзади. Тогда это было вполне себе популярное явление. Причем было написано, что эти стоящие сзади интенсивно лузгали семечки и шелуху сбрасывали на головы впереди сидящих зрителей. Билеты у нее были достаточно дешевые, 75 копеек самый дорогой и 35, по-моему, самый дешевый. Тогда же приблизительно вскоре ее родственница в доме Малюшина на углу Сретенки и Рождественского бульвара, этот дом сохранился по сей день, открыла такая Амалия Эдуардовна Гензель, еще один электротеатр. Затем эта Амалия Эдуардовна еще будет упомянута нами в разговорах. В 1905 году на Страстном бульваре в доме Горчакова открыл свой электротеатр такой лимзальский, по-моему, мещанин Карл Иванович Алксне. Он назвал свой электротеатр, так и назвал, электротеатр Карла Ивановича Алксне. Небольшой был сначала электротеатр, на 50 человек было оборудовано помещение, но он был невероятно любезен, исполнял у себя в электротеатре одновременно несколько функций, и кассиры, и билетеры, и администратора. Был такой очень почтительный к публике, везде подписывался Карл Иванович Алксне. Одним словом, дела у него пошли хорошо, и в скором времени он сумел открыть уже значительно больше электротеатр в хорошем доме на углу того же Страстного бульвара и Тверской улицы. В доме Чижова на 150 мест был организован уже новый его электротеатр, который стал называться Современный электротеатр. Этот Карл Иванович Алксне на самом деле очень долго продержался в этом кинобизнесе, и дела у него всегда шли недурно, что называется. В 1906 году такой ювелир Абрам Гехтман, который проживал в Москве, московский мещанин, оставил, так сказать, свой прежний бизнес и решил открыть электротеатр. Открыл он его на Арбате, угловой дом с большим Афанасьевским переулком, под центром кадра вот стоит этот дом. Назвал он его Большой Парижский. И на самом деле электротеатр был большой, на 225 мест. И дела у него опять-таки пошли очень неплохо. Этот человек на самом деле был в течение всей дореволюционной истории кинематографии очень известной фигурой. Так вот, дела у него пошли недурно, и он открыл еще один на Пятницкой улице, дом 2. Этот дом сохранился по сей день, опять-таки, там, где был его электротеатр. В 1906 году на Сретенке такой некий мещанин, опять-таки, Хазов, открыл электротеатр под названием «Гранд Электро». Надо сказать, что, как вы видите, в этот бизнес бросилось много народу. Как-то все начало очень стремительно развиваться. Многие оставляли свои прежние какие-то занятия, видимо, обладая авантюрным складом характера, надеясь, может быть, на хорошую прибыль. Некоторые просто понимали, что можно подзаработать денег, не вкладывая существенный начальный капитал в новое дело. Поэтому самая разная публика устремилась в это предприятие и стали открываться, на самом деле, электротеатры в огромном количестве. Как писал тот же Ханжонков, о котором мы будем говорить позднее, что, начиная с 1904 года, начали открываться электротеатры в самых немыслимых помещениях, в амбарах, в гаражах, в каких-то маленьких комнатах, где было достаточно натянуть на одной стене полотнище для экрана, на противоположной стороне сделать либо деревянную, либо вообще занавеской отгородить кинопроекционный аппарат, и вот тебе, собственно, зал. Посередине ставились буквально самые разношерстные виды сидений, скамейки, стулья. Бог знает что. И он писал, конечно, об электротеатрах, которые открывались в основном, и такие были в Москве, где-то на окраине города. Потому что на самом деле народ потянулся, и постепенно стало понятно, что этот вид развлечения стал, в общем, наиболее привлекательным для такого среднего слоя населения, даже для простых людей, потому что вот в этих маленьких окраинных электротеатрах, плохо оборудованных, там билеты стоили совсем дешево. Самый дешевый вообще доходил до 10 копеек, поэтому рабочий люд, что называется, мог себе это позволить. И в театр они ходить не могли, средств на театральные билеты у них, безусловно, не было. А вот синематограф стал привлекать именно такое простое население. Так вот, как я уже сказала, в бизнес бросились многие. И вот в этот электротеатр Гранд Электро на Сретенке в какой-то момент поступил на работу сибирский подрядчик по фамилии Абрамович. Он быстро там освоил новое, так скажем, дело. И, ничтоже сумяшись, решил открыть свой собственный электротеатр. Причем он открыл его не больше, не меньше на Тверской улице. И на углу с Дегтярным переулком дом этот не сохранился. В бывшем особняке Шиловских. Достаточно большой электротеатр, но назвал он его точно так же, как и на Сретенке у своего бывшего хозяина, Гранд Электро. Одним словом, электротеатров стало огромное количество. Например, на углу Петровки и Кузнецкого моста вроде как там уже существовал некий электротеатр. В 1907 году его приобрел такой немец по фамилии Эрнст с инициалами Каю. Подозреваю, что это некий предок нашего всем известного Константина Эрнста. Слишком все-таки редкая фамилия. Так вот, как писал современник, маленький был этот электротеатр. Заправляли там они вдвоем с женой. Жена исполняла и роль кассира, и киномеханика, и объявляла каждую следующую картину. Но позднее там случился некий скандал в этом электротеатре. Его вроде как закрыли, а потом его переименовали и назвали Мефистофель. Вот вы видите наверху даже вывеска Мефистофель. Подозреваю, что они осуществили просто то, что мы сейчас называем ребрендингом. А сам электротеатр, владелец оставался тот же самый. Думаю, что так. Ну и наконец в 1907 году открылся достаточно роскошный театр под названием «Буф». Такая госпожа Ледваль открыла этот электротеатр в бывшем театре ОМОНа, на тот момент пустовавшем. Там после того, как ОМОН покинул Москву, находился некоторое время театр «Буф». Потом он тоже его покинул. И она назвала свой электротеатр точно так же «Буф». На Старой Триумфальной площади. Но это место вы все сейчас знаете, как зал имени Чайковского. Так вот, этот электротеатр был таким роскошным, поскольку это здание было построено под театр. И там у нее были ложи, доходящие по цене до 5 рублей. Но остальные билеты были более-менее похожи на остальные ценники, что называется, в других электротеатрах. От рубля 35 копеек до где-то там опять-таки 55. Этот электротеатр считался роскошным. И, конечно, мы говорим с вами в основном о тех электротеатрах, которые располагались в центре города. Но ситуация складывалась таким образом, что поскольку синематограф образовалось огромное количество, естественно, стал вопрос, что показывать, как показывать. Было выработано, во-первых, такое правило со временем, что меняется так называемая программа, как они это тогда называли, каждые три дня. Программа состояла из 7-9 картин, в которые входили непременным образом пару видовых картин, которые снимались тогда уже. Как не парадоксально научно-популярные парочку штук было. То, что мы сейчас с вами называем научно-популярные, тогда они назывались научные. Обязательно была драма любовная какая-нибудь, непременно 2-3 водевиля, но и обязательно хроника, разумеется, та, о которой я уже говорила. Таким образом, получалось, что в программе 7-9 картин. Если она меняется, программа, каждые три дня, то за неделю проходит около 20 картин, а в месяц получается около сотни. Вы понимаете, что вопрос, так сказать, посещаемости, привлечения зрителей стал, в общем, ребром. Стал вопрос ребром, естественно, что показывать, откуда брать такое количество картин и так далее. Началась, естественно, серьезная конкуренция, тем более, что в бизнес бросились многие люди, мало, в общем-то, представляющие себе, как вести дела. У многих, разумеется, появились на этом фоне абсолютно такие случайные люди, которые просто бросались в это дело ради голой наживы, а некоторые, устремившиеся в это предприятие, заинтересовались всерьез этим видом, сначала просто развлечения, а потом уже пришедшие к искусству. Поэтому, в общем, началась серьезная конкуренция. И при этом, разумеется, вот эти электротеатры, которые работали в центре города, могли себе позволить демонстрировать картины каждый день по несколько сеансов. А вот в окраинах электротеатрах там проходили сеансы в будние дни, только вечером, как в театре, около 7-8 часов вечера. А все свои, так сказать, убытки, потерянные доходы, они исполняли в праздничные выходные дни. В праздничные выходные дни сеансы начинались с 12 дня, обязательно давалось время, так сказать, на домашние дела и на посещение церкви, а затем народ мог идти развлекаться и посещать электротеатры. Таким образом, безусловно, центральные электротеатры находились в более выгодном положении, потому что на окраинах проживал рабочий люд, который не мог себе позволить ходить днем в будние дни в электротеатры. Именно поэтому так вот сложилось, что работали они в несколько разных режимах. Но все они, тем не менее, подчинялись вот тому самому сезонному ритму и работе не... Они закрывались все во время Великого поста, как в собственные театры. То есть этот ритм соблюдался железно в отношении всех культурно-развлекательных, так сказать, учреждений того времени. Понятное дело, что когда Москва пустела к лету, то владельцы синематографов автоматически их закрывали, потому что публики просто практически не было. И вот тогда, как я уже сказала, вся жизнь переходила в увеселительные сады. Но, разумеется, встал вопрос конкуренции и что показывать, и так далее. При этом Тверская, которая на самом деле перед революцией считалась самым таким кинематографическим местом города. На ней было больше 10 электротеатров, на ней со временем расположились многие конторы. Так вот, стал, естественно, вопрос ребром, как пополнять, так сказать, эти самые программы. Многие владельцы электротеатров стали сами ездить за границу и там приобретать эти программы. Естественно, зависело многое от их интуиции и, так сказать, умения понять интересы публики. Кроме того, довольно быстро стали в России появляться сначала просто отдельные представители западных кинофирм, которые привозили сюда картины. Затем очень быстро, в 1904 году уже буквально эти западные кинофирмы, первая из которых буквально была фирма «Братьев Патте», стали открывать здесь уже свои представительства. Соответственно, уже эти камевые жоры их отпали. И, кроме того, многие предприниматели, будущие крупные предприниматели, стали заниматься тем, что они стали ездить за рубеж, как и владельцы собственных синематографов многие, и там заручаться, так сказать, договорами с разнообразными кинокомпаниями и становились их представителями. Затем они привозили картины сюда и продавали их, соответственно, владельцам электротеатров. Но ситуация была такова, что приобретали они эти картины за полную стоимость. Причем в тот момент и стоимость, и, так сказать, длина картины измерялась в метрах. Одним словом, это было, во-первых, дорого, во-вторых, все владельцы синематографов обрастали колоссальным количеством коробок с пленками, которые некуда было девать. И к 1908 году, даже раньше, в общем, этот вопрос стал ребром. Причем было перенасыщение такое уже западными картинами, много кто привозил. Когда появились вот эти представительства и когда появились люди, которые стали ездить за рубеж покупать картины, ну, у владельцев синематографа немножко облегчилась жизнь, потому что они могли, по крайней мере, не тратиться на поездки за границу. Но, однако, что делать с этим немыслимым количеством картин, было неясно. Утилизации пленки, естественно, не было. Стали даваться большие, такие частые объявления в газету о том, что продаются старые синематографические ленты. Но при этом спрос на это дело был небольшой, поэтому, в общем-то, естественным образом стал вопрос о том, что возникает прокат. Сначала он возник за границей, потом он появился у нас. Кроме того, разумеется, владельцы синематографов, помимо этих проблем, у них была проблема по поводу конкуренции с соседями. прибегали к самым невероятным способам переманивания публики в свой электротеатр. Например, бывали такие случаи, когда какой-нибудь агент нанимался, который бросал в зрительный зал так называемую вонючую бомбу. Мы с вами сейчас уже сложно себе представить. В зрительном зале был немыслимый совершенно запах. Публика покидала зрительный зал и, соответственно, куда она бежала? Куда-нибудь к соседнему конкуренту. Или мальчишки, например, были наняты, которые начинали кричать, что показывают старье туда-сюда, а вот там в соседнем электротеатре значительно все лучше. Шли туда, там на самом деле могла быть аналогичная абсолютно программа. Ну и как самый такой экзотический способ привлечения публики, который, правда, произошел уже в 1911 году, но расскажу об этом сейчас. Вот тот самый Абрамович, который открыл на Тверской улице Гранд Электро этот электротеатр, он в 1911 году в рекламных целях привез в Москву представитель папуасского племени Киаки из Новой Гвинеи, они были провезены. И они стояли, значит, в качестве таких зазывал перед помещением или там, может быть, на входе в этот самый электротеатр, чем привлекали публику, в большей степени народ стал ломиться, потому что многих интересовала, вероятно, даже не сама программа в синематографе, а непосредственно посмотреть на это чудо природы. Они там чуть ни в чем мать родила, в своих национальных костюмах стояли перед этим самым электротеатром, причем это дело происходило зимой 1911 года. Разумеется, в общем, дело кончилось плохо, в конце концов, потому что их вождь, Лаки такой был, который был наиболее популярной фигурой среди них всех, ему там дарили подарки, какие-то украшения, оружие у него было свое какое-то. Короче говоря, он от скоротечной чахотки скончался в гостинице «Бастон», в которой они жили, и эти самые его соплеменники закрылись в номере, устроили там какой-то чудовищный вой с ритуальными какими-то песнопениями над его телом, распугали всех проживающих в гостинице, и только с утра они открыли номер и потребовали какую-то курицу, позавтракали, а затем попытались, они вроде как считались каннибалами, в общем, у администрации гостиницы возникло подозрение, что они хотят съесть своего бывшего вождя. Одним словом, их сумели выманить под эгидой того, что им пора на работу в синематограф. За это время администрация гостиницы убрала тело бывшего вождя, и надо сказать, что когда они вернулись в свой номер, то никаких вопросов не задавали, они как-то не были удивлены тому, что тело уже там отсутствует. Одним словом, самые экзотические способы привлечения публики были, и, как я уже сказала, естественным образом появилась необходимость в прокате картин, и вот Гехтман, о котором я уже упоминала, он сначала, так сказать, самостоятельно начал давать прокат в провинцию картины, а в 1907 году в доме Бахрушина на Тверской, на углу с Глинищевским переулком открылась первая в России, так она называлась, первая в России синематографическая прокатная контора Аргастцева Некаева. И вот этот момент можно считать официальной, так сказать, датой возникновения проката в России. При этом, как я уже сказала, уже были представительства иностранных кинокомпаний в Москве, и тоже в доме Бахрушина, только с другой стороны, рядом с Ленинсевским магазин, на углу с Казицким переулком, там открылось представительство этой фирмы братьев ПАТЭ. И когда стало понятно, что здесь, в России, в Москве, огромные перспективы для развития кинобизнеса существуют у иностранных компаний, то сюда был прислан в качестве директора, организатора всего этого производства и ведения дел такой Максимилиан Гаш, приехавший из Парижа. Этот человек, на самом деле, сыграл очень серьезную роль вообще в становлении, как ни парадоксально, российского кинематографа, хотя он был директором именно иностранного представительства здесь, в Москве. Ну и стало понятно, что в этот бизнес уже прокатный, много кто устремился. Ну, сейчас упомянули лишь о некоторых из них. Вот этот вот Аргасцев, который открыл эту контору первую, про него очень мало что известно, но вместе с ним открыл эту контору его компаньон, такой Ян Щегельский, варшавянин изначально, работавший здесь в Москве инженером. Но вот его как-то привлекла эта история, и он занялся прокатным бизнесом, и, надо сказать, в этом невероятно преуспел. Впоследствии он был очень известным человеком, вот в целом среди кинематографических деятелей. Он даже участвовал впоследствии в создании в организации был такой съезд прокатчиков российских, который был, опять-таки, в Москве в 1911 году. Ну, разумеется, вот тот же самый Гехтман, он организовал тоже свою прокатную контору под названием «Глобус», которая в разных местах располагалась. Были среди этих всех предпринимателей и женщины. В основном женщины, конечно, были просто владелицами электротеатра. Зачастую это были жены тех или иных, особенно, если какой-нибудь государственный чиновник открывал свой собственный электротеатр, он прикрывался именем жены, как правило. Но были такие люди, как я ее уже упоминала, Амалия Эдуардовна Гензель, которая сначала открыла вот там на Сретенке электротеатр, затем она открыла электротеатр в помещении гостиницы «Метрополь», назвала его «Модерн». Дела у нее шли очень неплохо, и затем она организовала свою прокатную контору под названием «Прогресс». Причем она начинала собственно свою деятельность в этом смысле с того, что она всегда ездила за границу закупать картины сама. Обладала, вероятно, очень таким острым чутьем на то, что мы сейчас называем накасываясь картин, умела впоследствии, когда уже прокатную контору открыла, убедить своих заказчиков в том, что надо приобретать эти программы именно у нее. В общем, дела вела очень серьезно и была на самом деле популярна в кинематографической среде. Но затем как-то на короткое время она в какой-то причине отошла от дел, и вся ее контора рассыпалась. Когда она попыталась вернуться, уже ничего не получилось. И уже к 2012 году, к 2013 имя ее практически и забылось. Хотя в свое время, как я уже сказала, была весьма эффективна. Ну и в той же фирме Патте, как я сказала, там начинал свою деятельность в сфере кинематографа в будущем один из известнейших кинопредпринимателей России и Москвы в частности Иосиф Николаевич Ермолев. Вот тот самый Максимилиан Гаш, о котором я уже упоминала, он случайным образом познакомился с юным, тогда еще 18-летним Иосифом Николаевичем Ермолевым, который только что закончил гимназию пятую московскую и знал три языка, так вот этот Гаш пригласил его к себе сотрудничать в качестве переводчика сначала. При этом Ермолев поступил в тот момент в Московский университет на юридический факультет и в дальнейшем он в течение всех лет обучения в университете продолжал работать в фирме Патте, причем там он прошел что называется все азы кинографической деятельности от А до Я он был сначала переводчиком был и киномехаником и работал в отделе продаж просто продавцом в конце концов его карьера там была завершена на той стадии когда он стал директором прокатного отдела фирмы братьев Патте был еще такой персонаж который тоже в будущем стал очень таким популярным известным кинопредпринимателем Пауль Тимон он был из курляндских немцев родился в городе Юрьеве то что мы сейчас знаем как Тарту и получил хорошее образование так вот он отправился после того как он закончил обучение у себя отправился в Европу искать себя и так сложилось что он прибыл в Париж и там увлекся кинематограф и там поступил на работу в фирму Гамон я уже не первую фирму упоминаю который на самом деле действует и по сей день и Гамон и Клер потом и фирма братьев Патте все эти кинокомпании существуют по сей день во Франции производят картины с большим успехом так вот он поступил в фирму Гамон там проработал два года затем вернулся в Москву и здесь поступил на работу сначала просто в представительство этой фирмы Гамон а затем когда был достроен Петровский пассаж то фирма Гамон там открыла свое представительство и этот самый Паул Тимон стал директором этого представительства и все они занимались естественно тем что они привозили из заграницы картины и продавали их и стали на самом деле сдавать в прокат владельцам синематографов владельцам синематографов конечно же жизнь значительно облегчилась потому что арендная плата за картину была несоизмерима со стоимостью полной картины это раз а два они наконец избавились от этого немыслимого количества коробок кинопленки с которыми неизвестно было что делать ну и вот таким вот человеком который привозил картины был таким посредником который не сразу открыл прокатную какой-то бизнес свой но именно с этого он начинал был один из самых крупных кинопредпринимателей России до революционных времен Александр Алексеевич Ханжунков причем начал он свою деятельность весьма спонтанно он на самом деле родился под Донецком в родовом имении был он из обедневшего такого дворянства и закончил Новочеркасско-юнкерское училище и попал в Москву поскольку он поступил на службу в такой престижный первый донской казачий полк который был расквартирован в Москве но как ни парадоксально сам Ханжунков вспоминал о том что он впервые увидел кино вовсе даже не в Москве а когда он в 1905 году отправился выйдет что называется в отставку он отправился туда к своим родным в Ростов-на-Дону и именно в Ростове-на-Дону он впервые попал в ней местный синематограф и как он сам пишет в своих воспоминаниях что это зрелище его абсолютно покорило и он решил этим заняться причем у него был так скажем начальный капитал потому что по выходе в отставку из первого донского казачьего полка он получал так называемый реверс в размере 5000 рублей мало того ему поручили какие-то то ли родственники то ли знакомые в Москву когда он приедет прийти в магазин ПАТЭ приобрести какую-то аппаратуру и он туда пришел и познакомился там с таким молодым человеком по фамилии Ош и они с ним решили организовать дело и отправились за границу причем предполагалось что они оба внесут одинаковую сумму зачем они отправились туда приобретать картины но Эмиль Ош его на тот момент подвел начальный капитал он не представил в итоге они купили картины только на те деньги которые были у самого Ханжонкова но они вот у него начала работать деловая жилка что называется с самого начала потому что когда они уже возвращались в Москву где-то они остановились то ли в Берлине то ли в Варшаве там они продали то что купили в Париже заработали как-то деньги и на заработанные деньги еще купили картины приехали в Москву и стали их предлагать соответственно уже упомянутым и Гензель и Алксне и Гекману и так далее как они писали он писал что поначалу эти все известные уже тогда владельцы синематографов не очень так скажем впечатлились тем что они привезли но тем не менее он сумел как-то продать дальше он отправил этого самого Эмиля Оша в Америку за новыми картинами потому что в Америке естественно тоже уже активнейшим образом процветал кинематограф но вернувшийся Эмиль Ош привез совершенно неподходящие для демонстрации картины и вот этот момент стал так сказать ключевым в биографии Ханжонкову потому что он разорвал отношения с Ошем и организовал такое товарищество на паях у него еще были три вкладчика но называлось оно товарищество Ханжонков и Ка и с той поры он всегда стал принимать все решения что называется единолично вне зависимости от того что впоследствии его компания очень разрослась о чем мы будем говорить на следующей лекции но тем не менее так вот когда он разорвал эти отношения организовало собственное товарищество он решил переехать найти так сказать другое место потому что поначалу их офис располагался на углу в доме на углу Брюсова переулка и Тверской улицы там собственно проживал и сам Ханжонков в этом доме со своей семьей а тут как раз был так сказать сдан в эксплуатацию что называется новый дом Савинского подворья вот этот дом с башенками по центру кадр который вы видите и который сейчас к сожалению мы но не многие себе представляют конечно москвичи многие знающие знают что он стоит за огромным домом построен в сталинские времена но слава богу он сохранился если войти в арку то его можно увидеть на самом деле вот поначалу Ханжонков открыл именно там свой новый офис он снял там квартиру почему-то там были на тот момент достаточно дешевые по стоимости квартиры чем Ханжонков был очень доволен и собственно вся его карьера началась по большому счету именно в доме Савинского подворья но впоследствии в этом доме располагалось еще несколько разнообразных прокатных контор и так далее это был такой по существу кинотеремок дореволюционной России и вот но Ханжонков разумеется занимался в основном тем что он особенно в начале своей карьеры тем что он являлся представителем тех или иных европейских кинокомпаний и здесь продавал уже там закупленные картины причем он сам писал о том что на самом деле очень сложно вот сейчас нам сложно себе это представить он писал такую вещь например что закупленная партия картин должна была продаться полностью если оставался один экземпляр непроданной картины то это сулило ну в лучшем случае просто отсутствие прибыли но в том случае если оставалось два непроданных экземпляра картин то в этом случае ушли прямые убытки то есть можете себе представить до какой степени жестко все это тогда существовало причем люди же вкладывали собственные деньги не будем забывать об этом и конечно владельцы электротеатров многие которые бросились в этот новый вид деятельности кто-то преуспевал кто-то разорялся электротеатры перепродавались в разные стороны друг другу одним словом жизнь такая бурлила и кипела несмотря на наличие проката уже все равно были какие-то большие сложности хотя в общем тем не менее это было время когда стали зарождаться будущие кинопродюсеры и так далее в общем бизнес на самом деле сделал колоссальный рывок вот появление первых этих очень таких наивных и малоинтересных по большому счету картин с первых кинопоказов до вот этих вот огромных программ и мало того как писал тот же Ханжунков к 1908 году например кинематограф уже даже сумел подмочить что называется свою репутацию потому что для привлечения публики как я уже сказала непременно показывались драмы любовные но во многих местах стали демонстрироваться такие фривольные по тем временам картины которые они называли буквально порнографическими это стало носить название парижский жанр и значит московские власти всячески пытались с этим бороться вот в том числе вот тот электротеатр на Петровке который потом стал называться Мефистофель был закрыт именно по этой причине что их обвинили в том что они демонстрируют абсолютно непотребные картины такие же картины очень часто показывались у госпожи Ледваль причем она там устраивала для богатой публики мужчины естественно в большей степени такие уже почти ночные киносеансы куда они ходили исключительно для того чтобы посмотреть картины такого фривольного содержания поэтому серьезная интеллектуальная так сказать артистическая среда например поначалу относилась к кинематографу весьма скептически считая его низкопробным абсолютно видом развлечения и как писал тот же Ханжонков в 1908 году произошло буквально такое перенасыщение иностранными кинолитами хотя надо сказать что представители например фирмы братьев Патте быстро поняли что для привлечения публики необходимо снимать какие-то картины на местные сюжеты и они стали снимать хронику естественно в основном хронику поначалу вот но как писал тот же Ханжонков что в 1900 сезон 1907 года ему запомнился именно тем что в нем прямо окрепло понимание сознание того что уже не хочется заниматься только перепродажей западных картин а что надо снимать наше русское кино и несмотря ни на какие трудности предстоящие впереди собственно он попытался это сделать но не успел его опередили в 1908 году вышел на экраны снятый он был снят еще в 1907 году первый отечественный фильм игровой художественный под названием Стенька Разин или Понизовая Вольница снял его такой предприниматель в Петербурге Александр Осипович Доронков о котором мы поговорим на следующей лекции таким образом Ханжонков хоть и стремился и пытался но не успел его опередили и это Понизовая Вольница в общем это можно считать началом отчета действительно отечественного кинематографа причем как писал один из современников что в 1908 году на рождественских гуляниях эту картину демонстрировали в московском манеже причем там было колоссальное количество публики был огромный кран растянут поперек всего манежа все это сопровождалось исполнением народной песни Стенька Разин в исполнении синодального хора плюс играл оркестр специальную музыку написанную Ипполитовым Ивановым была огромная реклама для этого размещена одним словом все это было с такой помпой произвело очень серьезное впечатление и оставила на долгое время воспоминания вот эта первая картина ну и надо сказать что несмотря на это хроникальная картина снятая фирмой братьев Патэ под названием Донские казаки вышедшая тогда же в 1908 году была более кассовой чем Стенька Разин но тем не менее поскольку это первая ласточка отечественного кинематографа то в общем забыть это явление совершенно невозможно тогда же стали появляться первые киножурналы первый журнал назывался просто кино появилась газета посвященная синематографу то есть в общем к 1908 году можно сказать закончился младенческий этап развития синематографа в России и начался уже такой серьезный бизнес о котором мы будем говорить уже на следующей с вами лекции у и Продолжение следует...